Котятки, 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 что там ржет кто-то? Ну да ладно. Сейчас моя многомиллионная аудитория соберется, буду вещать. Приветики. Ирина Александровна, здравствуйте, моя дорогая. Мне так приятно, что вы ко мне заходите в прямые эфиры, я прям начинаю терять память. Как у вас дела? Друзья мои дорогие, всем привет. Что хочу сказать. Вы видели мои сторисы? Упадете в обморок, посмотрите. У меня вопрос, зачем нужны такие маски, чтобы людей пугать? Вот я не понимаю. Мошки кусающие. Спасибо большое. Благодарствую. Ну, прекрасно. Я рада за вас, Ирина Александровна. Спасибо. Подсоединить вас, поболтаем? Или я же должна спросить. Спасибо и вам огромный привет тоже. Илья, приветствую вас, мой дорогой, ненаглядный. Ой. Спасибо, ребят, большое. Мы выходим 16 числа, мы уже в строю. Ирина Александровна, я всегда вам рада в любое время дня и ночи. Готова с вами общаться, так же, как и Таня и наша мама. Любим вас с... Начинается. Наташа вышла в эфир, начинается зеленая соцсеть. Милена Безбородова, фан-клуб. Приветики. Я вас тоже приветствую. Ребят, рассказываю, значит. Чтобы вы понимали, Наташа спала до двух часов дня. Сил не было встать, легла, потому что в 8 утра. Снимала вам рассвет. Как ни странно, Таня встала очень рано и пошла на процедуру. Как ни странно. Не странно, я же рано легла. Да, могла. В 3 часа я легла. Ну, это рано. А, сейчас расскажу. А, вы уже соскучились по эфирам? Так я выходить начала в эфир, а вас нету. Мне очень приятно. Смотрите, значит. Встала я в 2, в общем, пока туда-сюда. Я не знаю, то ли на меня... Нет, не беременяшка. Можно я смотрю что-то? Да, Шеву, конечно, мне очень жаль. Очень жаль, что так все получилось и так сложилось. Ну, давайте посмотрим. Может быть, ребята еще помирятся. Всегда хочется надеяться на лучшее. Что касаемо, значит, отеля, где мы отдыхаем. Отель потрясающий. Секонд. Вчера ходила в Солярий. Солярий я еще такой не видела. Очень мягкий. Очень мягкий. Я не знаю, почему я так говорю. Мягкий Солярий. Но почему-то мне так захотелось сказать. Очень мягко. Прям нет ни вот этого жара пылающего. Понятно. Таня сегодня обошла все водные процедуры, которые только можно было. Но еще не все. Говорит, еще вечером тоже термальные воды. Там, в общем, программа своя. Я эти истории не люблю. Всем приветики, мои рыбки ненаглядные. Значит, я эти истории не люблю. Я вот в Солярии и все. Мне больше ничего не надо. Походить по территории там. Сегодня мы собирались поехать в монастырь. Здесь рядом находится Новый Иерусалимский монастырь. Но поедем завтра. Чуть-чуть не рассчитали. Здесь красота неимоверная. Воздух потрясающий. Всем советую, ребят. Приезжайте сюда и отдыхайте. Обслуга на уровне. Теперь. Таня, вчера у нее был заплыв. Я же снимала в сторис. Ну, как ребята приезжают на съемки с ребенком, так и я и вижу Василису. Смотрите. Теперь, значит, утром вы очень красивы. Спасибо большое. Душевный человек. Утром я смотрела прямой эфир Марин Тристанны. Я не знаю, какая у нас разница с Китаем, но это было с полседьмого утра, по-моему. Так вот, Марин Тристанна рассказывала по поводу диеты 8 на 16. Неделю она уже, по-моему, сидит на этой диете. Скажите, а где находится Ваш отель? На Истре. Мистраль, спа, отель. Пять звезд. Такая история. Пять звезд Европа. Значит, Марин Тристанна худеет. И говорит, что это очень удобная реальная диета. Я с понедельника тоже на эту диету сажусь. У нее задача за три месяца похудеть до неузнаваемости. Будем вместе с Марин Тристанной худеть. Она влюбилась? Настя Стецвят на поляне. Ребят, кто следит за Настенькой Стецвят, гляньте ее сторис. Она же там все выкладывает. Она ни от кого ничего не скрывает. Она на поляне находится. Она снимает сторис, когда она уже на шоу приезжает. Это все очевидно. Диета такая. У меня есть фотки с Василисой, конечно. У меня есть и видео с Василисой. А вы шо, не верите? Да ладно, я привыкла, что нам не верят. И говорят, что я это не я. 8 на 12. Да нет, вроде бы 8 на 16. Но, видимо, каждый выбирает временной отрезок сам для себя. 8 на 16, на самом деле. Это половина сотая. Потому что у Натальи Варвиной в актуальных есть такая штучка по поводу этих... Что происходит? Открыть надо. Нет, рапунцели не ушли. Открыть надо. Сейчас, сейчас я открою. Секом. Дай мне. А, поняла. Там сохранена эта диета. Я заказала окрошку. Я надеюсь, она вкусная? Да. В 30 можно прийти на проект? Я хороша собой. Кто хочет прийти на проект, ребят, у меня за 5 дней 3 килограмма. Это сбалансированное питание 5 раз в день. Даже не думала, что можно кушать и худеть. Я не могу так кушать 5 раз в день. Честно говоря. Выложите фотки. Очень интересно посмотреть. А зачем? Докажи всем. У меня в ленте есть... Что-то ее грязь. У меня в ленте есть внизу там. Пролистайте. Год назад, в июне месяце, мы крестили Василису. Гляньте, там с храма у меня есть фотки. А ты в актуальное выложишь, под тебя все отстали. Заказала окрошку. Окрошку люблю на кефире. На квасе не понимаю. По-моему, один раз попробовала. Ужасная история мне показалась. Извините. Привет, привет, привет. По поводу Ильи Ябарова спрашивали, почему Илья пришел на проект сохранять семью. По итогу... Горчички добавить. По крошку. По итогу ничего не сохранил. Спасибо. И использовал Алену как проходной билет. Это неправда. Я же не виноват, что у них не сложилось, и что Алена влюбилась и полюбила другого парня. Вот именно. Ну, слава богу. Каждый выбирает для себя. Наташа, что у вас? Фильтр такой, что лицо худое. По сравнению с телом. Не знаю. Я не задумывалась об этом. Да, у меня фильтр стоит, но... Нет, ты просто объяснишь, что... Во-первых, у тебя и тело нормальное, и лицо нормальное, но у тебя само по себе личико худенькое. Это твой большой плюс. Привет. Вкусная окрошка, кстати. Очень. По сравнению с телом. А что, окрошка без картошки? Да. Почему? Вот она, картошка. Угу. Нарезана просто. У меня есть рекорд личный. 20 дней голодовки, минус 11 килограмм. Но это потом все возвращается с бешеной скоростью. Через сколько Оля и Дима едут вы в Владивосток? По-моему, в середине сентября они едут. Да я не обижаюсь. Вы пользовались здесь... Вы пользовались... Не, а, не пользовалась никогда. Я знаю, что это такое, но я не пользовалась никогда. Видела этот аппаратик, Дарсонваль. Хорошая вещь я пользовалась. Да, я два дня вообще ничего не ела. Я пила воду и кофе сладкий. Ай, пипец. Реальный, обалденный результат. С 46-го я похудела до 42-го. Да, только потом прилетело все обратно. Еще как! С бешеной скоростью прилетела. Обалдеть. А, вы гулькина певица? Чего? Как попасть на массовку Бородина против Бузовой? Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Я устала пиарить нашего Серегу. Да. Но реально это помогает. Гулькина, они что? Шо вы пишете, я не понимаю. Напишите Сергею Николаеву. Напишите мне в директ, я вам оставлю ссылку. И он вас возьмет. Там кто-то ко мне обращается, типа, я гулькина. Я что, реально похожа на гулькину? Не за что. Друзья. Я сейчас худею, пью л-карнитин паук. Плюс паук. А что такое паук? Ой, расскажите, что такое паук? Я очень люблю таблетки для похудения. Похоже на гулькину. Похоже, похоже, спасибо. У гулькина красивая жизнь. Спасибо, мне говорили, я на многих похожа, но на гулькину еще нет. Значит, тоже похоже. А паука-то что? Спасибо. Привет. Я дева. Спасибо огромное вам. Ребят, мне так приятно. Что такое паук? Я жду ответа. Может, я тоже где-нибудь куплю, да похудею на пауке? Спасибо. Да, можно. Приветики моей рыбки ненаглядные. Как там ваши маски поживают? На одобрении стоят? Кто-то пишет, вылитая Наташка Тилаева. Кстати, фамилия Тилаева пишется с двумя Л. Наумов Валера кто это? Ну как там, мамуль? Валер, мамуль. Я, короче, за тобой тогда пойду, а то ты ж не найдешь. Все, я тогда поднимаюсь за тобой. Не, я прогуляюсь пока. Я ж пешочком давай. Все, готово? Дальше. Валера Наумов. Я смотрю, ушлый парень. Две буквы Л надо ставить. В принципе, да, правильно, похоже. А вы мне в директ написали по поводу паука. Спасибо. Так вкусно кушайте, пойду пожру. Приятного аппетита. Они мне в эфире пишут, а когда Тилаева выйдет в эфир? Да? Только они пишут с одной Л и через букву Е. Тилаева. Прекращайте мне, правильно мою фамилию пишите, котятки. Тилаева. Скажи, золото. Пиар. Пиар. Я всех пиарю. Барзик его пиарю, Серегу Николаеву пиарю. И так тот про пиарит уже, блин. Надьку Ермакову пиарю. Постоянно надоели уже все. Я шучу. Хороших людей не жалко про пиарить. Так, поехали дальше. Напишите мне, что такое паук. Барзиков хоть раз за пиарю. Не говори. Скотина. Сиелаева, верно? Понятно. Да не си, а си. Начинается. Вот эти вот истории мне. Нервомодство одно. Вы хоть не в отпуске нервы не мотайте. Абсолютно. Сейчас я разозлюсь. А, вы еще написали? Не, мужа у меня нету. Угу. Нету никакой эсэмэски от вас выше, что такое паук. Вы мне звонили? Я вам. Началось. Что за люди у меня тут в эфире? Что за люди у меня тут в эфире? Опять как вчера. У вас-то обед, а у меня ночь. И села с вами перекрыть. Приятного аппетита. Ничего страшного. Будем худеть потом. Вместе. В бога верите? Да. Могу сказать честно. Паук, блэк, спайдер. Ничего себе. Севастополь, привет. А где купить-то? Ой, Ставрополь, извините. Спасибо, такая хорошая женщина. А, сейчас. Он принесет мне место и попробует чуть-чудочко. Чуть-чудочко. Такая хорошая женщина и без мужа. Скажи, я девушка, а не женщина. Ребятки, у меня было два брака. Достаточно. Нет, еще надо. Хватит. Нет. Украина, приветики. Кушаю я окрошку на кефире. Такая вкусная вещь, прям. Хлебушка туда. Бомба. Спасибо вам большое. Солнечные сестрички вы. Спасибо. Паук в любом спорттипе. Около двух тысяч сток капсул. Только с кофе меньше пить. В спортпите она пишет. Паук в любом спортпите. Что пишет там? Сто капсул? Угу. Еще там две тысячи рублей. Около две тысячи. Ну, если в спортпите, значит, не подохнешь от этих таблеток. Бог любит троицу, пишут мне наши фанаты, дом 2 Чоузова. По браку. Правильно, я тоже так всегда говорю. Татьяна тоже говорит, Наташа, надо замуж выходить. Я говорю, да-да-да, конечно-конечно. Казань, привет. У меня брат есть, он вас любит. Естественно. Нас все любят. Очень приятно мне это слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, не подохнешь. Скажите, пожалуйста. А когда вы пьете этого паука, вы едите? Ну, его надо на еду пить. Не тряханет? Скажите, у Ромы Капаклы есть брат? У него не только брат, у него и сестра еще есть. Как недавно выяснилось. Все, сейчас начнется. Позвоню. Плохой же? Угу. Это мне. О-о-о. Я поняла, значит, я куплю. Это мое. Давайте. Значит, какая была у меня история с таблетками? Там кусочки весят еще. Они просто стандартные идут. Как рябая, скрипло. Маски наши чего-то принимать не хотят. Понятно. Только дали, я ждал просто. Ого. Какая у меня была история с таблетками. Спасибо. Сейчас упадете в обморок. Смотрите, какая у меня красатишка. Слушайте, ну это, конечно, мне прям нравится. Мне прям нравится. Угу. Что меня игноришь? А что там? О-о-о. Сати Казанова там поет. Смотрите, ребят, какая у меня была история с таблетками для похудения. Наташ, покажи им мою еду. Значит, Татьяна заказала шашлык на ребрах. Свинина со шпинатом, между прочим. Очень маленькая порция. Вообще на ползуба. Приятного аппетита вам. Спасибо. Начнем с того, что здесь больше кости весят, чем само мясо. Смотрите, ребят, когда еще был СССР, где были обычные пары, там была такая пара Адам Садок и Алена. Помните их? Это невероятно вкусно. Скоро придет к мне парень, не переживайте. Я вам еще не звонила. Приветики, я вам позвоню позже. А как вас ласково называют? Вот меня на Тусик. Туся Таша, Наталит, Наталка, а вас? На Тусик меня называют. Во всяком. Ну, в общем, по-всякому. Нет, не звонила, я позже позвоню. Нет, я ж мясо не люблю. Значит, Адам Садок. Здрасте, спасибо большое. Эфир тормозит. Как тормозит? Фу! Брось! Нельзя, фу! Нельзя, фу. Она не понимает. Конечно, не понимает. Здрасте, приехали! Начинается вот эта мне история. Так. Сейчас расскажу про таблетки. Ну что, эфир? Я говорю, мой дорогой, я не звонила, я попозже позвоню. Рыбонька моя ненаглядная. Я мясо редко ем. Очень редко. Понятно. Короче, никому не интересно про таблетки и про Адам Садока. Что там у Насти с Федей? Ничего. Нет, ты расскажи, это интересно. Это будет людям интересно, они же не знают. Смотрите, ребятки, значит, так как я постоянно на вечных диетах, я ем окрошку. Вечно худею. Надо маме это сказать. Там жира много? Нет, нет. Но он есть для того, чтобы не было сухое. А я не знаю, что у Олис Гриценко откуда я знаю. Гриценко спросите. Другой вопрос, что я в жизни это столько не знаю. А остальное все. Что про таблетки? Слушайте. Привет, привет. Короче говоря, я постоянно на диетах. Пойду я за мамой скажу. Ага, краем уху услышала, что у Адама есть таблетки чудодейственные, от которых худеешь просто в день по 2 килограмма. Ой, с пауком пить омегу-3 и милдрама. Ребят, это вообще не для меня. Горь с таблетки я терпеть не могу пить. Приезжайте к нам в Сочи. Обязательно. Мы собирались в этом году в Сочи, но из-за некоторых обстоятельств нам не разрешили туда ехать. Ну да ладно, мы потом поедем. Короче. Эти таблетки у меня еще лежат на работе в шкафу. В общем, да, я знаю, что это жир. Адам приносит мне таблетки перед съемкой. А я же не ем целый день. Я начинаю есть после съемки. Это ориентировочно где-то в 9 вечера. Адам говорит, почему за границу не поехали. Во-первых, у меня нет загранпаспорта. У меня его просто нет. Зачем он мне нужен? Я Россию люблю. Во-вторых, есть некоторые обстоятельства личные, по которым мы просто не поехали даже в Питер. Адам, это который сбежал потом от жены? Да нет, он не сбежал. У них все прекрасно. У них растет маленький сынок. Все замечательно у них. Вот. Привет. Смотрите, какая история. Рома Капаклы неоднократно предлагал мне... Я позвоню где-то в 9 часов. Неоднократно предлагал мне расписать питание, трали-вали, тратата. Но он знает, что со мной бесполезно. Потому что я такая, как Саша Чернова. Мне все не то и то не это. Спорт я терпеть не могу. Есть вот это вот, что там распишут, тоже не мое. Ну ладно. А как Ромочка всегда готов? Он даже готов был спортом со мной заниматься. Я сказал, Ром, ты что? Я и спорт, это вещи вообще несовместимые. Терпеть не могу вот эти вот переодевания, одевания, спортзалы, беговые дорожки и тратата. Ладно, отвлеклась она Рома. Ну да ладно, Рома это мой племянник. Вот, в общем. Приносит он мне таблетки и говорит, Наташ, вот тебе 7 штук. Спасибо. Ты, говорит, их попробуй, а потом, если что, я тебе еще принесу. Я говорю, ладно. И время было где-то 3 часа дня. Начало 4-го. Потому что, как правило, до 4-х часов участники приезжают в студию и говорит мне, Наташа, ты что-то ела? Собака наша потрясающая, в номере вон сидит. Ты, говорит, что-то ела? Я говорю, нет. Он говорит, если ты надумаешь сегодня пить, пей только после того, как поешь. И поешь плотно. Я говорю, конечно. Спасибо большое. Я говорю, естественно. Я поем, а потом выпью. Как раз тут случай. Чтобы вы понимали, я это сказала, развернулась, пошла взяла бутылку воды и выпила эту таблетку. И все. Добрый, добрый, добрый. Спасибо большое. И все. Сейчас я вам расскажу результат. Что со мной было. Значит, через минут 20. Я начала понимать, что у меня началась какая-то внутренняя трясучка. У меня началось трясти сердце. Во-первых, у меня было дикое сердцебиение. Было такое ощущение. А, понятно. Хлебушек в окрошечку. Прекрасно. И было такое ощущение, что у меня сейчас сердце оторвется. Что оно как будто бы на ниточке, и оно оторвется. В общем, после этого у меня начались трястись руки и губы. А потом начался дикий жар по всему телу. Я подхожу к Адаму. А ребята уже в студии сидели. Я подхожу к нему. Ладушки там записали. Все. Я к нему подхожу, говорю, значит, милый мой. Знаете, так весело стало. Но при этом очень как-то и тревожно. Я ему говорю, милый мой, все дело в том, что что-то мне как-то хреновато. Он говорит, ты что, тяпнула таблетку, не ела? Я говорю, естественно, я ж чеканте. Он мне говорит, Наташ, ну все, как бздец. Начали снимать съемку. Где-то минут через 30 у меня начались трястись руки и ноги. По сей день я не могу вам передать, как прошла съемка и как вообще я это все выдержала. Мне было так плохо. Два дня. Вечером у меня поднялась температура 38,9. Все верно то, что вы пишете, учитывая то, что я очень пью много кофе. Девочки, значит, мне было реально плохо. Я не помню, как они называются. Я на работу приеду, я вам скажу. Значит, у меня два дня держалась температура. Я не могла ничего есть. Да, если бы я поела, не было бы такого эффекта. Еще пока точно, я не могу вам сказать, сколько мы потратили денег. Но хочу сразу сказать, что здесь недешево. Учитывая еще то, что у нас отель номер люкс. На троих. Окрошка пуля. Вот. Тань пошла за мамой. Да, мелодронат, я знаю, это препарат, который поддерживает сердце. У нас мама пьет. Короче, я ему сказала, Адам, значит, предположим, это было в пятницу, а в понедельник они опять приехали на съемку. Я ему сказала, Адам, ты что, заведомо решил меня отравить, чтобы я кони двинула? Он мне говорит, Наташ, да нет, надо же было соблюдать строго инструкцию. Надо было поесть, а потом пить. Раскрою вам еще один секрет. Серега Николаев тоже тяпнул эту таблетку. Ладушки были такие, никогда в жизни таких ладушек не видела. Просто, его вот так вот колбасило все время. Мне не хотелось есть, это факт. Но и у меня было состояние, температура, когда температура же есть, в принципе, не хочешь. У меня была температура, у меня только на третий или на четвертый день реально полностью отпустила трясучка рук. Потому что я вот так вот вытягивала руки и говорила, Серега, смотри, руки до сих пор трясутся, как у алканавта. Просто жесть. А я-то любитель поэкспериментировать. Закурила в эфире. Извините сейчас. Секунд. Слушайте, извините, я же по привычке за... И курила бы не с Мондозером же прямой эфир. Ребят, сейчас я зайду. Мои там что-то с дверью не могут разобраться. Сейчас я перезайду в прямой эфир. Момент.